Даже в хороший день полеты не идеальны. В салоне тесно, обязательно плачет ребенок или кто-нибудь натыкается прямо на вас по пути в туалет. Но эти незначительные неудобства – ничто по сравнению с ужасом, который испытали некоторые пассажиры. После таких историй вонючие ноги на спинке вашего сиденья покажутся милым подарком. Так что пристегнитесь, потому что сегодня мы узнаем про самые худшие инциденты в самолетах. Нежданный гость Пассажиры рейса Аэромексико из Торионы в Мехико чуть не перепугались до смерти в ноябре 16-го года, когда один безбилетник дал о себе знать посреди полета. Индолесио Медина, пассажир того рейса, читал журнал, как вдруг его сосед ожеломленно ахнул и указал на багажный отсек над сиденьями. Как будто в сцене из фильма с Сэмюэлем Джексоном «Змеиный полет» Индолесио увидел метровую ядовитую зеленую гадюку, ползущую над ними. Пассажиры вокруг них быстро отстегнулись и поспешили отойти от змеи, а она упала на пол и продолжила свой путь между сиденьями. Стюардессы дали одеяло нескольким пассажирам, которые смогли поймать гадюку между пятым и шестым рядами, прежде чем она укусила кого-нибудь. Пилот сообщил об этом, и самолету предоставили приоритетную посадку в Мехико через 10 минут. Хотя гадюку поймали, пассажиров эвакуировали из задней части самолета, а служба контроля за животными вошла в салон, чтобы забрать без билетника. Аэромексика провела расследование, чтобы выяснить, как змея попала в салон самолета, но результаты не были опубликованы. Но зато мы знаем, что Аэромексика заботится о всех пассажирах, даже о тех, кто не купил билет. Во-первых, стюардессы предоставили змее несколько одеял, а во-вторых, ей устроили специальную посадку и личный эскорт самолета. Посторонись, Сэмюэль Джексон, у нас теперь новая суперзвезда. Большой взрыв. Представьте, вы летите и хотите сфотографировать вид, но, повернувшись к окну, вы видите это. Ужасно, да? Эта фотография двигателя самолета, у которого оторвалась обшивка в 2008 году, пугает. Но это ничто по сравнению с тем, что произошло в феврале 2021 года. Пассажиры только уселись после вылета из Денвера-Колорадо на Гавайи, когда с правой стороны послышался взрыв. Самолет сразу же начал отрясти, и он быстро стал терять высоту. Пассажиры были так напуганы, что некоторые положили бумажники в карманы, чтобы их опознали, если они не выживут. Что же было причиной этого взрыва? Когда пассажиры посмотрели в окна, они увидели, что правый двигатель вовсю горел и был уже без обшивки. Пилот объявил, что произошел необъяснимый отказ двигателя и что самолет немедленно возвращается в Денвер. Просто чудо, что 241 человек, находившийся на борту, не пострадал. Хотя того же нельзя сказать про несколько невезучих домов в Брумфельде в Колорадо. Почему? Когда загоревшийся двигатель лишился обшивки, сила тяжести потянула его к земле, как фрисби. И хотя остальные обломки были уничтожены при ударе, главное кольцо, как ни странно, уцелело и приземлилось на участке Кирби Климента. Как он рассказал, сперва он решил, что это соседский батут перелетел через забор и понял, что это нечто куда необычнее лишь когда вышел на улицу. Другой местный житель спокойно делал себе сэндвич, когда обломок двигателя пробил потолок в его кухне и упал на стол. Думаю, после этого он потерял аппетит. Но, к счастью, хотя несколько домов были повреждены, ни один житель не получил травмы. Что касается причины возгорания двигателя, то авиакомпания не опубликовала объяснения. Вероятно, вращающаяся часть, например, турбина, сломалась и пробила обшивку, тем самым вызвав поломку. А может, какую-то невезучую птицу засосала в двигатель, и ей повезло намного меньше, чем 241 человеку на борту самолета. Мертвая посадка В сентябре 16-го года Марк Пеннелл наслаждался полетом в своем Ранс С-10 Сокота над Камилусом в Нью-Йорке. И вдруг у одномоторного самолета оторвался пропеллер. К счастью, Марк был подготовлен к мертвой посадке. Виду посадки, при которой пропеллер не используется, а в этом случае вообще отсутствует. Однако Марк даже не заметил, что пропеллер исчез. Он просто предположил, что с ним или с двигателем что-то случилось. В 2134 метрах над землей Марк сосредоточился на аэропорту по соседству и на достаточной высоте для посадки. Он знал, что нужна максимальная скорость скольжения для преодоления как можно большего расстояния с его высоты. Не зная, что пропеллера нет, Марк несколько раз пытался перезапустить двигатель, который все еще работал, но без пропеллера. Только когда он приземлился и вышел осмотреть самолет, он увидел истинную причину проблемы. Марк не мог в это поверить, и ему было слегка неловко, так как он понял, что не закрепил болты как следует по инструкции, когда впервые присоединил пропеллер. Но куда делась сама отлетевшая от самолета деталь? Марк пытался найти пропеллер, но безуспешно. Надеюсь, никто не пытался его поймать. Полет с огоньком Энтони Карио собирался провести шикарное лето на Ибице в июле 2018 года, но самолет, который должен был отвезти его туда, эвакуировали еще до того, как он взлетел. Боинг 737 был готов вылететь из Барселоны, когда где-то в риду Энтони появилось неожиданное пламя. Он оглянулся и увидел телефон, подключенный к пауэрбанку на полу у ног другого пассажира. Как настоящий современный человек, он достал свой телефон заснять инцидент. Но не переживайте, Энтони сделал не только это. В то время как другие пассажиры спешили эвакуироваться, Энтони решил потушить огонь с помощью кружки с водой, который остановил пламя до того, как литиевая батарея взорвалась. Энтони поделился происшествием в соцсетях и также опубликовал видео, где он скатывается по аварийному выходу самолета. По его словам, было здорово эвакуироваться без реальной чрезвычайной ситуации. Но, в отличие от него, авиакомпания Ryanair была не в восторге. Компания выразила неодобрение по поводу использования пауэрбанков в самолете и отметила, что их нужно либо отключать, либо упаковать так, чтобы они не контактировали с металлом. Дело в том, что литий-ионные батареи содержат летучие вещества, разделённые проницаемой мембраной, и в случае повреждения, из-за сжатия или какого-то брака это может привести к разрыву и воспламенению батареи и веществ в ней. Меня это точно убедило. И вообще, всегда можно попробовать гениальный лайфхак – зарядить телефон перед полётом. Кстати, о лайфхаках. Если вы хотите увидеть лучший контент, то можете лайкнуть это видео и подписаться на канал. И не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А теперь летим к следующей ужасной истории про самолёты. Ясновидище Пользователь «Мистик» Кёрс был стюардом на одном рейсе в октябре 2009 года, и после этого он покинул Northwest Airlines в США. Дело в том, что во время двухчасового рейса из Миннеаполиса в Детройт объявилась ясновидящая, которая немедленно решила во всеуслышание заявить, что самолёт ждёт неминуемая гибель. Она кричала о том, что судно разобьётся, и что, разумеется, все пассажиры до единого умрут. Ясновидище настолько встревожило пассажиров, что «Мистик» Кёрс переместил её в другую часть самолёта. Но когда ему удалось усмирить женщину, сразу же произошло нечто пугающее. Самолёт попал в зону сильной турбулентности. Напитки разлетелись по салону, а багаж с грохотом упал с верхних полок. Это было ужасно и соответствовало предсказанию ясновидящей. Казалось, что прошла вечность, но всё-таки рейс достиг Детройта. Правда, ужас ещё не закончился. И не только потому, что самолёт был в Детройте. Взлётно-посадочная полоса была покрыта льдом, а самолёт занесло вбок во время посадки. Пассажиры закричали, а «Мистик» Кёрс решил, что судно перевернётся. Но этого не произошло. Самолёт остановился, и все пассажиры зааплодировали пилоту. Охранники аэропорта тут же взошли на борт и задержали женщину, из-за которой все в самолёте чуть не обделались после её полуправдивого предсказания. А поражённый «Мистик» Кёрс уволился, как только сошёл на землю. Если честно, я не знаю, что в этой истории хуже всего. То, что самолёт чуть не перевернулся. Или что все на борту аплодировали после посадки. Воздушные манёвры в темноте В 1997 году пользователь Реддита «Формер F-16» служил на Ближнем Востоке и участвовал в Южном Дозоре, военно-воздушной операции Министерства обороны США. Он третий день патрулировал бесполётную зону вместе с другим самолётом и должен был взлететь в 23 часа вечера. Инструктаж и осмотр самолёта шли нормально, пока лётчик не начал настраивать систему инерциальной навигации или же СИН, которая непрерывно вычисляет положение, ориентацию и скорость самолёта без необходимости внешних показаний. Когда он ввёл координаты того места, где находился самолёт, то случайно указал западное полушарие вместо восточного. СИН могла бы принять такой неверный показатель, но судно бы заглохло, как только начало движение, так как гироскоп не смог бы сопоставить координаты с фактическим углом наклона. Формер F-16 сразу осознал ошибку, и, к счастью, произошло несколько задержек, так что он смог всё исправить. После двух часов ожидания на полосе он наконец-то смог взлететь. Всё шло отлично, но неожиданно началась плохая погода. Когда он был на высоте 610 метров, у СИН произошёл сбой с новыми данными, и координаты пропали. Набирая высоту под углом 45 градусов, ничего не видя и без навигационной системы, лётчик встал перед выбором. Либо продолжать подъём, пока он не выйдет из грозы, либо положиться на резервный индикатор высоты, ручное устройство, измеряющее ориентацию, и продолжить операцию. Он выбрал второй вариант. Хотя из-за быстро наступающей ночной темноты он не мог как следует разглядеть угол выравнивания на индикаторе. Первым признаком ухудшения положения стал звук ветра, бьющего по самолёту, который начал усиливаться. В этот момент формер F-16 не знал, где вверх, или на какой высоте он вообще летел. В итоге он решил, что придётся катапультироваться, как его учили делать в такой ситуации. Но лётчик ещё не хотел сдаваться. Вместо того, чтобы катапультироваться, он нажал на все внутренние выключатели освещения самолёта. Когда прожекторы осветили кабину и индикатор высоты, формер F-16 увидел, к своему ужасу, что он отклонился на 170 градусов от предполагаемого угла, а нос самолёта направлен в землю. За считанные миллисекунды он попытался рассчитать, какую высоту надо набрать, чтобы спастись. А не поднимая нос высоко, он рисковал вырубиться из-за перегрузки. Поэтому лётчик начал выравниваться. Он должен был полностью выровняться на высоте 457 метров, вполне безопасной. Всё шло неплохо, пока он не посмотрел наружу и не увидел быстро приближающуюся землю. Оказалось, что расчёты неверны. Выравнивание было не в 450 метрах над землёй, а в 152 метрах над землёй. Верная смерть казалась неминуемой, и лётчик понял, что он даже не успеет катапультироваться. Он закрыл глаза, потянул за рычаг, одновременно включив дожигатель в попытке подняться и мысленно попрощался с женой, готовясь к смерти. Прошли секунды, и внезапно к огромному облегчению он понял, что поднимается. Открыв глаза, он осознал, что пролетел всего лишь в шести метрах над землёй. Поражённый лётчик пробрался через грозовые облака, перенастроил Син и догнал другой самолёт. Когда он рассказал по рации товарищу о том, что с ним произошло, он был рад услышать приободряющий ответ. То, что происходит в полёте, остаётся в полёте. Правда, на базе реакция была другой. Несколько лётчиков увидели, как его дожигатель опалил землю, и сообщили об этом, решив, что это вражеская атака. Но, тем не менее, формер F-16 пережил этот ужасный инцидент, получив лишь лёгкий выговор. И ещё, возможно, испорченные трусы. Дымные высоты В восемнадцатом году рейс WestJet 3161 был в пяти минутах от аэропорта на Найма, когда самолёт наполнился дымом. Один из пассажиров оповестил стюардессу, и она сообщила об этом пилотам. Несколько минут все просто сидели на местах, вдыхая пахнущий газом воздух, и с тревогой отсчитывали оставшиеся минуты до приземления. Наконец, вскоре было сделано объявление об аварийной посадке, и, как видно на сделанном в салоне видео, люди начали нервничать всё больше и больше. Можно представить, какой ужас почувствовали пассажиры после этого. Затем пилот подтвердил, что требуется аварийная посадка, и на земле напряжение продолжило нарастать, потому что все хотели поскорее выйти. Охваченные паникой пассажиры высадились на закрытой взлётной полосе, и вскоре прибыли спасатели, которые проверили самолёт, в то время как люди осматривали медики. К счастью, несмотря на панику, все были в порядке. Хотя некоторые задавались вопросом, почему им не выдали кислородные маски. Как объяснили в WestJet, так как самолёт был сертифицирован для полётов на максимальной высоте 7 километров 600 метров, его не обязательно оснащать кислородными масками, которые используются на большей высоте, где воздух разряжён. Но это так себе объяснение. Потому что пассажиры могли задохнуться от дыма, если бы он появился раньше, когда они были не так близко к месту назначения. Что до причины задымления, то WestJet начала расследование происшествия. Но как если бы в лифте спросили, кто пукнул, компания так ни в чём и не призналась публично. Одно известно наверняка. Оказаться в самолёте, который наполняется загадочным дымом, это настоящий кошмар. И никто из пассажиров точно не захотел бы повторения этого. Разрушение в воздухе Глядя на этот самолёт, можно подумать, что он упал носом прямо в землю. Но такое повреждение на самом деле было вызвано чем-то гораздо более необычным. В июне 1918 года Хесус Эспар залетел рейсом 1897 из Сан-Антонио в Феникс. Это должен был быть обычный двухчасовой полёт. Но он оказался самым страшным в жизни Хесуса. Вскоре после взлёта судно начало качаться из стороны в сторону, попав в сильную грозу. И на него обрушился огромный град, бивший по обшивке. Начали кричать дети, сверкали молнии, а турбулентность ухудшилась. И женщину за Хесусом вырвало в рвотный мешок. Затем внезапно самолёт опустился так резко, что вещи на коленях пассажиров разлетелись по салону. Несколько минут по судну колотил град, а затем оно, наконец, выбралось из шторма. Пилот объявил, что совершит аварийную посадку в Эль-Пасо, чтобы устранить пару повреждений. Но это было мягко сказано, потому что Хесус и другие пассажиры не подозревали, что носовая часть самолёта была уничтожена. А лобовое стекло было так разбито, что пилотам пришлось садиться практически вслепую. К счастью, у них это получилось, и 135 человек на борту не пострадали. Несмотря на такой конец, когда Хесус увидел самолёт, он решил, что в ближайшее время не будет путешествовать. Если честно, я вполне могу его понять. Неисправное шасси Пользователь Акейша Уайлдвуд не могла поверить, что его сестра продолжала работать стюардессой после его рассказа. В начале 2000-х годов она работала на весьма скучном рейсе из Гавайев в Калифорнию, и когда самолёт достиг места назначения, ситуация ухудшилась. Пилот проводил рутинную проверку перед посадкой и вдруг с ужасом обнаружил, что шасси не выдвигаются. Он кружил над аэропортом, чтобы сжечь топливо, которое могло взорваться при ударе, а внизу собрались бригады спасателей, готовых помочь, и самолёт начал опускаться. Сестра Акейша Уайлдвуд сидела спереди на месте для стюардессы и посмотрела на борт механика, который тоже находился на борту. Механик взглянул ей в глаза и, зная, насколько маловероятно, что шасси чудесным образом возобновят работу в воздухе, покачал головой, давая ей понять, что ситуация крайне плачевная и безвыходная. При ударе нижней части самолёта о землю силы, действующие на тела людей, были бы огромными и, вероятно, убийственными. Во время приземления стюардессы попросили пассажиров приготовиться и принять нужное положение. Стюардесса всерьёз думала, что больше никогда не увидит семью, но каким-то чудом шасси выдвинулись в последнюю секунду, не дав самолёту приземлиться на брюхо. Все были в безопасности. Когда стюардесса сошла со злополучного самолёта, она, конечно, не хотела возвращаться на него на следующий день, но муж сказал ей по телефону, что если она не решится полететь, то вряд ли наберётся смелости для этого в дальнейшем. Поэтому она вернулась тем же рейсом и, несмотря на страшный инцидент, проработала стюардессой в той же авиакомпании 15 лет. Вот это борьба со страхами! Выше и выше! Если вы боитесь летать, особенно после этого видео, отвернитесь, потому что следующий случай вас ужаснёт. В июне 19-го года Мириета Баша летела на самолёте с мужем из Косово в Швейцарию, и через 30 минут после взлёта самолёт вошёл в зону сильной турбулентности. Будучи к этому подготовлено, стюардесса начала собирать напитки у пассажиров, но внезапный толчок подбросил её к потолку. Контейнеры с едой взлетели, люди начали кричать, а муж Мириеты даже получил ожоги от горячей воды, которая хранилась в тележке стюардессы. Несмотря на хаос, стюардессы уверяли пассажиров, что всё будет хорошо. И они были правы. Когда самолёт приземлился в Швейцарии, сотрудники аэропорта уже вызвали экстренные службы, ждавшие на месте. Муж Мириеты был один из десяти пассажиров, которым потребовался врач. Однако летающая стюардесса, как ни странно, была в полном порядке. Учитывая такую способность летать, она уже заслуживает повышения до пилота. Пилот-герой В октябре 2008 года, после обеда на борту рейса «Квантос-72» из Сингапура в Перд, капитан Кевин Салливан заметил, что автопилот не работает. Но уже виднелось северо-западное побережье Австралии, и он решил, что это не так уж и страшно. Но затем и управление самолётом перестало работать, и судно начало падать, и очень стремительно. Через лобовое стекло капитан Салливан видел лишь поверхность Индийского океана. Пикирование было смертельным, и капитан, бывший пилот-истребителя, знал, что нужно любой ценой сохранить жизнь 315 пассажиров на борту. Чтобы вы поняли, насколько всё было плохо, пассажирка Кэролайн Сауткот возвращалась из туалета, когда самолёт начал падать, и она ударилась о потолок с такой силой, что проделала дыру и потеряла сознание. Тем временем капитан Салливан отчаянно пытался стабилизировать самолёт. Он опустил рычаги, чтобы нейтрализовать их, и, к счастью, это помогло – самолёт больше не падал. Но через две минуты он снова стал пикировать. Все на борту, включая капитана Салливана, решили, что это уже точно конец. Однако Салливан вновь смог стабилизировать судно и продержать его в воздухе ровно столько, чтобы долететь до базы ВВС Австралии в Лермонте, на северо-западном побережье. Капитан посадил самолёт полностью вручную, зная, что в любой момент система управления может снова подвести его. Кэролайн, которая уже очнулась после столкновения с потолком, испытывала сильную боль и вошла в число более чем сотни пострадавших пассажиров. Тем не менее, все выжили, и люди, которые пострадали сильнее всего, в том числе и Кэролайн, получили шестизначные выплаты от Кантас. И хотя сам капитан Салливан не получил никаких травм, события того дня преследовали его так сильно, что в 2016 году он решил прекратить летать. В ходе расследования Австралийское бюро транспортной безопасности обвинило в аварии неверные данные и ошибки программы, похожие на те, что позже привели к двум крушениям Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах. Но в отличие от тех случаев, опытный пилот рейса 72 капитан Салливан смог посадить самолет без каких-либо жертв. Впрочем, если непредсказуемые и случайные сбои программного обеспечения самолетов происходили еще до 2010 года и вплоть до 2019, я, конечно, буду нервничать больше, когда сяду в самолет. А вы когда-нибудь были свидетелями происшествий в самолетах? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok